Запечатанные коробки с надписью «Дар МГИМО» Приднестровскому госуниверситету. Книги, которые в них находятся, станут основой библиотечного фонда Юрфака. Передача учебников и пособий проходит в торжественной обстановке. Здесь говорят, для факультета это настоящий праздник. Это литература современная, это литература, которой у нас в фондах точно нет. И то, что к самой материальной составляющей добавляется еще и эта литература как материализованное проявление внимания со стороны Российской Федерации к Приднестровью вообще и к нашему центральному главному вузу Приднестровья в частности. Это, конечно, для нас тоже важно. На встрече отметили, это только первая часть книг для студентов ПГУ. Сотрудничество с Российским фондом Добрососедства будет постоянным. Договор об этом в конце августа организация заключила с Приднестровским МИДом. Фонд Добрососедства – это организация, которая способствует международному сотрудничеству, некоммерческих организаций разных стран, то есть способствует восстановлению взаимодействия между государствами на уровне гражданского общества. Хотел бы пожелать вам отличных успехов в учебе, пожелать вам усидчивости, терпения, ну и понимания, осмысления того, что, в общем-то, перед вами в будущем стоят важные задачи, в которых, в общем-то, вы, по сути, приобщаете себя к решению государственного дела. После официальной части самое интересное. Студенты и преподаватели рассматривают новую литературу. Международный коммерческий арбитраж, дипломатическая служба Российской Федерации. Учебники помогут освоить знания в разных областях права. По многим специальностям, например, что касается, допустим, международного права и так далее, у нас не было достаточной литературы, и поэтому эти книги, конечно, окажут существенную помощь в подготовке и преподавателей, и студентов. Юридический факультет на этапе становления самостоятельно работает только четвертый месяц. Здесь, говорят, студентам и преподавателям не хватает многого, поэтому книги из России стали долгожданным и по-настоящему полезным подарком. Татьяна Лилица, Александр Левицкий, Первый Приднестровский телеканал.